друзья всем привет привезли мне наконец-то крупоружку ту которую я заказывал и сильно много вопросов появилось от вас выкинул сообщество сюжеты и звонки и просто комментарии когда обзор на крупоружку ту которую я себе заказал да я уже говорю я заказал ее себе за 6000 гривен у моего знакомого такая уже года три и он себе заказывал вторую он занимается бройлером свиноводством и заказал себе он вторую и вместе с ним заказал себе я поэтому нам цена такая вышла по 6000 гривен ну не 6 тысяч на данный момент я так понимаю она уже дороже и не знаю будет он ее делать или нет под заказ ну еще одна такая есть и я знаю что она дороже я купил за 6 вот такая крупоружка вот так все вот так все сделано это получается просто на открытие закрыта открыта бункер это получается подача самого ротика он того вот это сейчас это подыму подымать надо одну руку второй зажимать вот это основной открыли а это вот это свою надо перебить там макуху и еще что-то надо еще подкрасить то есть баллончик она я щеткой подкрашу потом так сама щели кое-где замазать герметом он сказал который производит их что говорит пускай сам уже дома же то закрасит потому что и так она выходит ему бы точно но я его даже понимает станина такая все именно мощная серьезная даже бункер металл не двоечка одета наверно 2 и 5 тройка это и все такое куда ни кинься все массивное все сделано вот именно по-людски как меняется сама решета меня вообще удивила вот этот рычаг подымаешь это туда залазит рычаг опускается там две такие два таких зажима вот они и они вот так вот разворачивается с этой стороны и этот же рычаг вот он идет 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 и вот дергает и ту сторону это сторона открывается за движечка то фиксатор вот этот и всего падает вот это вот этот бункерок или конус а здесь стоит решет но сейчас мы его откроем я вам покажу сама вес не знаю наверно килограмм 100 но мы вдвоем с прицепа выгружали двигатель двигатель может быть разный мне сделал такой такой точно как у моего знакомого я посмотрел мне хватило с головой вот смотрите двигатель двигатель 1500 ватт то есть полтора киловатта обороты 2 805 минимум и ну что 220 там кто понимает смотрите он на полтора киловатта ночью он так бьет почему у него такая производительность я не могу понять если получается что то же самое моя крупа ружка с китайским 2 это китайский двигателя это двигатель наш украинский этот ремонтируется перематывается этот как мне сказали что нет вот тоже самое а это два и два киловатта а то полтора то получается экономней а производительность лучше я вчера попробовал три ведра ячменя перебить ну просто сделала с них отруби вот вот сделала с ячменя отруби и производительность перебивки ячменя меня удивила намного быстрее чем вот эта моя хотя у меня тоже неплохая я все свои боговое мне вот это одна моя выручает я ее ставлю на сами ящики меня и допустим или туда там зерноотходы сюда кукуруза или там ну что мне надо поменял надо что-то маленькое горох там или что гороховые отходы у бочку или так макуху бочку ну к примеру то есть это получается экономней чем то а производительность в этой больше как такое может быть мы сейчас посмотрим там ножи какие здесь у меня сейчас секунду закреплю камеру здесь у меня простые ножи стоят здесь такого типа это я ведра на готовил чтобы проверить как перебивает это у меня отходы ячмень горох то короче отходы покажу как перебивать то что есть ячмень я весь перебил а так больше у меня вообще уже ничего с кормом не осталось подкупляю там чисто свиноматкам которые на норме а так у меня все по заканчивалось так это получается у нас вот так вот в моей крупоружке ведь она была квадратная тут а и уже по слизывалась за ну сколько она у меня года полтора но мне грубо говоря хватать но долго ячмень долго ну а так конечно день уделю все понаготавливаю всеми кормлю то есть она рабочая она меня устраивала пока я не узнал об этой которую заказал так покажу как меняется решета как поменять решета здесь стоит вместе с ней троечка но я и здесь тоже все делаю на троечку перебивает хорошо вот это ячмень что я вам показывал на это же так здесь поднял и все вот так вот вот еще ячмень сейчас посмотрим какие тут ножи вот так все получается вот решета по решету я спрашивал знаком он говорит точно такое уже три года ходит проблем нету тройка это у меня тоже тройка вот так тут все сделано сюда садится решета а вверх вес получается такую вот вот эти зажимы которые я говорила раз а так вот поднял его и зажимы сам вверх вот так вот сделано и вот такие стоят ножи 4 штуки вот так их можно откручивать менять если надо сделать новые сейчас померяем диаметр рулеткой сколько оттуда вот диаметр получается самого решета и вот этого вот круга сколько там здесь и там померяем и так же друзья по этой группы ружки мне вчера звонил мой подписчик знакомый кто-то недалеко от меня живет и он тоже смотрит мой канал у него такая же такая же уже 10 лет работает я говорю тоже нареканий нету понятно что двигатель можно сделать любой если 380 другой другой или даже на 320 он говорит если это не устроит то можно поставить чуть мощнее по мощности то есть тут вариантов много ну мне пока такой почему такой потому что я знаю как у моего знакомого гранулятор серьезный гранулятор и когда я куплю всю кормовую базу то есть зерновые сделаем проведем тест на поросятах два одинаковых выводка и поставим от них на цепочку одну на гранулу у него гранулятор серьезно не такой как показывает на ютубе детские вот эти там гранулятор мама не горю и выхлоп тоже поэтому я сделаю но давайте загранулирую и сделаешь то есть тест или то или то но я в него спрашивал а как ты считаешь для свиноводства гранула или так лучше он сказал разницы по росту и быстроте роста нету а так просто практично хорошо ну человека серьезно и он не сидит полдня на дне так и того и того и того мере инфлянцы здесь 31 ну давайте по наружу 32 по наружу глянец здесь по наружу 48 32 и 48 вот так и пробуем пробуем эту включить выключить а потом эту какая как запускается здесь видите нету допустим такой кнопки автоматов что в случае чего выбило это я поставлю сам я так понимаю почему нету потому что кто делал цельных экономий чтоб на нее меньше было затрат поэтому придется автоматы самому поставить в случае чего выбивал как здесь у меня тут неудобные кнопки автоматики если допустим нагрузка большая автомат выбивает а просто запускать и розетку включен я кнопкой запускаю а здесь только розетку то есть это все я поставлю сюда куда мне удобно и единственное что я хочу может быть когда я сделаю в том своем новом земно складе ящик для него для этой то есть в случае попадет гайка или вот как мне вот это все вытягивать так то есть я хочу вот здесь подрезать ноги сделать петли чтоб я вот эту часть ржик рычаг поверну снял проверил закрыл назад а так вот открыл это открыто это закрыто и вот так пик и все то есть вот так вот хочу здесь обычные навесы и вот она стоит я раз она у меня так стоит заменил там чтоб не надо и назад щелк тут какую-то опорку еще сделать ну тут ящик такой будет метра два длиной это для основного а это будет такой соевый допустим шрот или там ну что меньше ячней кукуруза в основном у меня был основной объем это зерноотходы пшеничные так пробуем метку запускать а потом запустим метку и проверим в три ведра сколько по скорости сейчас попробую вот это первый раз пробую ее ставить сам каким образом вот это конечно не понятно так вроде бы так вроде бы так ну неудобно мне менять самому вытягивать поэтому хочу сделать открытное ну то уже мое а тогда вот и все кстати очень удобно и быстро это я первый раз сам запускаем эту и проверяем эту 3 ветра на 30 кг вот это удобно у меня все все погнали сейчас пробуем эту мешок надо привязать так так все раз два и резиночкой 3 ну мне вот эти мешочки подвязывать оно мне так неудобно я привык у меня все в ящике я с ящика сам беру все и засыпаю сразу в мешалку а в мешалке уже там бункерные кормушки или там кто на норме а так я вот это мешки мне оно ну я не привык просто у меня своя технология ящики все все запускаем эту и там уже сами засекайте по видео по секунде я не буду включать секундомер так лишь это у нас тройка я притягиваю что это тебе или Сейчас я сделаю не рекомендуемый, не на рекомендуемом ротику подачи, а чуть увеличим, вот так, сейчас будем допускать, что мусор рассыпается, вот это все щели надо герметом хорошо промазать и покрасить, это я для тебя хочу сделать. Все, открываем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...